Девочка-пай Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы находимся около Белорусского государственного цирка и ждем начала юбилейной программы под названием «Чудесный дом». Это представление посвящено 60-летию со дня рождения нашего легендарного цирка. Фееричное представление может удивить как взрослых, так и детей. В 17 веке в славном белорусском городе Сморгой, тогда еще местечке, на реку Академии появилась первая медвежья академия, куда приезжали выступать артисты со всей Европы. Давайте представим, как это было. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, я вам назвали действительно в студии «Прожектор». А почему юбилейную программу вы назвали именно «Чудесный дом»? И были ли у вас еще какие-нибудь идеи для ее названия? Эти идеи, конечно, были, но, понимаете вы, все время крутилось чудо, все время крутилось дом. Чудесный дом. Мне кажется, что название оправдывается на все, потому что в доме чудеса здесь происходят чудеса, чудеса мужества, чудеса переговоров, чудеса человеческих возможностей. Сейчас уже нет юных, потому что очень сложно, когда мишка вырастает, сложно с ним расстаться. Потому что каждый новый мишка, в общем-то, должен проходить абсолютно, ну, определенную школу. Ну, во-первых, мы никогда не занимаемся все равно с голодными животными. Знаете, как ходит такая молва, вот их не накормили, и они будут делать все за это. Да нет, никогда не будет животные за это все делать. А это идет так же похвала, как ребенку. Вот ребенок получает что-то, да, понятно, он же не голодный и счастлив вполне. Так и у нас животные. А дальше идет просто обучение. То есть мы ставим, самокат тот же начинается, и вот мы ползаем. Лапки поддерживаем на руле, другую лапку учим толкаться. Ну и вот проходит вот такое обучение. Ну и бывают же все равно совершенно другие случаи, когда мишка, которого ты обучаешь достаточно долго, чтобы он ездил на велосипеде, на самокате. Она практически уже ездила самостоятельно на велосипеде. Вдруг неожиданно, она приезжает от Манежа, спрыгивает с этого велосипеда, поднимает его наверх, потом бросила и начала на нем прыгать. И больше она к велосипеду не подошла. Ольга, у меня такой человек, она сказала, если не хочет, значит не надо, это исключается. Все должно быть для удовольствия, чтобы он получал удовольствие. Возможно, ей было неудобно сидеть, может быть, сиденья мы не угадали. Такое тоже возможно, но все, она больше не захотела. Потому что сначала ты медвежонку обучаешь всему, что ты сам знаешь. И если она к чему-то начинает склоняться, ты начинаешь это более усердно заниматься. Ну вот это путем и отбора называется. Ну я могу что добавить, мы сами уже достаточно как бы в возрасте, да? И, наверное, мы маленьких не берем, не готовим, потому что, вы знаете, есть такое, если ты приручил, ты даже несешь ответственность за это животное. Премьера юбилейной цирковой программы состоится 1 февраля в 7 часов вечера. В честь этого события Николай Скориков написал песню «Цирк», которую он презентует на этом знаменательном празднике. Так что скорее спешите в цирк и не забудьте с собой хорошее настроение, ведь оно запомнится вам на всю жизнь. КОНЕЦ КОНЕЦ